Психолога в педагогическом центре «Шанс» сегодня прошел финал муниципального этапа конкурса профессионального мастерства среди педагогов-психологов образовательных учреждений Серпухова. С лучшими представительницами профессии познакомилась наша съемочная группа. Лилия Лукьянова 10 лет работает педагогом-психологом с детьми дошкольного возраста. Участвовать в конкурсе решила в последний момент, понимая, что это, несмотря на хлопоты и волнения, отличный опыт. Я думаю, что, конечно, польза есть от этого конкурса – научиться взаимодействовать, перенять какие-то методы работы новые, ну, чему-то научиться, каким-то инновационным технологиям. Постоянно учимся, совершенствуемся, без этого никак. Первые два этапа конкурса были заочными. Оценивались стаж работы, пройденные курсы переподготовки, повышение квалификации, участие в вебинарах и семинарах. Каждая из участниц конкурса, а их всего пять, должна была представить визитную карточку и видео проведенного ей мастер-класса. На заключительном этапе уровень профессионализма оценивался вживую. Каждой конкурсантке предстояло ответить на вопрос из конверта. В нем условный запрос к психологу от мамы, касающейся ее ребенка. Психолог должен моментально сориентироваться, дать правильный ответ, рекомендации людям, которые к ним пришли. И мы, как жюри, будем оценивать, насколько это верно, насколько максимально полно дан ответ. Может быть, можно было еще что-то посоветовать, порекомендовать. Для меня это тоже очень ответственно, волнительно. Но я стараюсь быть максимально объективной, доброжелательной конкурсантом. Педагог-психолог Липецкой школы Ольга Семенцова на мастер-классе учила детей справляться с негативными эмоциями. Я попыталась донести до них, освоить способ совладания с этими негативными эмоциями, самая распространенная обида. И ребята, вы слышали, говорили, наверное, видели, когда я им задавала вопрос, ребят, назовите, пожалуйста, положительные эмоции. Ну, было не так много, не такое количество рук. Но когда я попросила их назвать негативные эмоции, рук было значительно больше. После каждого обсуждения мастер-класса вопрос участницы. Как она считает, удалось ли ей достичь желаемого результата. Педагоги на мгновение задумываются и отвечают утвердительно. Позитивно в каждом то, что они учатся постоянно и самосовершенствуются. Это здорово. И мы это отметили. Понимать все тонкие струны человеческой души. Я считаю, что это главное качество любого психолога. Говорили на заключительном этапе конкурса и о том, что необходимо оказывать психологическую поддержку не только ребятам, но и коллегам. И это пожелание нашло живой отклик среди участниц конкурса. Вы лекари наших образовательных учреждений. И без вас ни одна школа, ни детский сад, ну, а мы уже сейчас говорим про комплексы, не смогут просто существовать. Поэтому желаем вам успехов в дальнейшем. Не будет работать с детьми легче. Она с каждым годом сложнее и сложнее. Поэтому удачи, успехов, процветания вам. И, конечно же, вам здоровья. Педагогов-психологов поздравила с успешным выступлением на конкурсе депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова. Я желаю вам, чтобы у вас всегда работа ладилась, чтобы вы не выгорели со своей профессии, а искали что-то новое, ну, новые подходы, новые методики. Ну и вперед, вперед. И пользуясь случаем, соступающим 8 марта здесь девочек. В мае состоится заключительный четвертый этап конкурса педагог-психолог Подмосковья. Кто представит Серпухов, станет известно уже на следующей неделе.